МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Из пункта А в пункт Б кабинет министров Чуваши обсудил планирование пассажирских перевозок. В доле о развитии строительной дорожной отрасли говорили в Доме правительства. Кликуны и шипуны, как пережили зимы чебоксарские лебеди. Сегодня в Доме правительства собрались застройщики, дорожники и представители банка. На повестке дня изменения в законодательстве долевого строительства, повышение доступности ипотечного кредитования и ремонт дорог. Увеличить объемы жилищного строительства в ближайшие 6 лет в полтора раза. Такую задачу ставит правительство России перед регионами. В Чувашии спрос на покупку жилья есть. На это повлияло и снижение ставки ипотечного кредитования для многодетных семей. Нуждающихся в улучшении жилищных условий молодые семьи, которые хотят тоже перейти и переехать с общежития в комфортное жилье, у нас тоже в республике достаточно. Цифры они плавающие, но у нас где-то 72-73 тысячи семей граждан стоят в очереди в органах местного самоуправления. Что нам нужно делать? Понятно, нам нужно строить качественное жилье, строить надо комфортное жилье, ну и строить надо доступное жилье. В этом году принято изменение в законодалевом строительстве. Требования к застройщикам стали намного жестче. У компаний должен быть один банковский счет для совершения всех операций. Объем собственных средств застройщика не менее 10% от проектной стоимости объекта. К тому же усиливается контроль со стороны кредитных организаций над финансами строительных компаний. Таким образом, долевое строительство должно стать безопасным вложением для покупателей. Только застройщики пока не уверены, что смогут работать в таких условиях. Я предлагаю, вот было озвучено 1,2%, что на сегодняшний день мы платим. Есть некие примеры по другим регионам. Если это все-таки в нашей с вами власти, давайте только к нашим местным застройщикам отнесемся демократично. То есть я предлагаю вот эту ставку на сегодняшний день сохранить. Потому что и так мы пока не понимаем, после 1 июля в каких условиях мы окажемся. То хотя бы здесь я предлагаю сохранить эту ставку, ее пока не пересматривать. Этот вопрос будет еще не раз обсуждаться, пока все стороны не договорятся. Между тем в Чебоксарах в этом году должны ввести 325 тысяч квадратных метров жилья. Также в Чувашии будут строить и ремонтировать дороги. Аукционы по многим участкам уже прошли. До конца месяца будут заключены контракты. Реконструировать собираются федеральные трассы А151 и М7, которые проходят по территории республики. Уже подтверждены суммы Росавтодором на работу по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог, которые будут, федеральных дорог, которые проходят по территории Чувашской республики, на более чем 2 миллиарда рублей. То есть, соответственно, дорожные работы в этом году подтверждено финансированием на более чем 7 миллиардов рублей. Ужесточилось и бюджетное законодательство по исполнению контрактов. Спрос подрядчиков-нарушителей будет жесткий. За несоблюдение договора накажут рублем, подчеркнул премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Как жителям республики будет удобнее и дешевле добраться из точки А в точку Б? Сегодня ответ на этот вопрос искали члены правительства. Отменить 21 межмуниципальные маршруты и изменить схему еще 8. Такой вывод после детального анализа сделали эксперты Санкт-Петербургского проектного института. С предложением специалистов в региональном Минтрансе согласились. Это, как правило, дублирующие маршруты, которые фактически на данный момент не обслуживаются. Изменения межмуниципальных маршрутов планируются. Это, в первую очередь, транспортные средства, которые работают из Чебоксара в пригородном направлении. И сейчас фактически осуществляют перевозку по внутримуниципальным чебоксарским маршрутам. Документ планирования перевозок согласовали со всеми муниципалитетами, кроме Чебоксара. В администрации столицы предлагают отменить сразу 11 маршрутов, которые связывают два города. Алексей Ладыков говорит, что сейчас большинство межмуниципальных автобусов друг друга дублируют. В Чебоксарах всего ходят 490 маршрутов, а из Новочебоксарска ходят еще 337, составляет около 70%, добавляя и дублируя городские маршруты. Как уже было отмечено, заходят и в юго-западные, и на Богданку, и на университетскую улицу. В Апсаре ходят причем по нерегулируемому тарифу. Доводы властей города в Минтрансе республики не поддерживают. Только в часы пик, отмечает министр, межмуниципальные автобусы перевозят порядка 13 тысяч человек. А в администрации столицы предлагают отменить самые востребованные маршруты. Если мы ограничимся пятью маршрутами, то, соответственно, человеку, который, допустим, живет на Богданах Мельницкого или в юго-западном районе, будет необходимо добираться либо до привокзальной автостанции, либо добираться до Новосельской автостанции, что сильно затруднит передвижение. В таком случае у нас с вами граждане получится, что будут оплачивать два раза. Глава республики отметил, что документ необходимо доработать и найти компромисс. В любом случае власти должны учитывать интересы пассажиров. Мы должны одинаково рано смотреть на всех жителей Чувашской республики, создавая равные права. И касаясь уже единых тарифов, чтобы было удобно пассажирам, понятно, единый поездной билетом должен быть. Но транспортная реформа не должна навредить и перевозчикам, отмечают в правительстве. Здесь маршруты выгодные, где на самом деле прибыль только зарабатывают. Здесь маршруты убыточные, где, соответственно, никто не хочет возить. Мы возим выпадающие доходы, мы должны возмещать. Это наша принципиальная позиция. К обсуждению документа в правительстве планируют вернуться через две недели. Время еще есть. Дата начала реформы транспортной сети намечена на 2020 год. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же члены правительства приняли постановление о начале пожароопасного сезона. В этом году он будет действовать с 23 апреля. Кабинет министров уже утвердил перечень объектов, которым угрожают лесные пожары. В списке 12 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тысяч человек. В то же время в ряде муниципалитетов действует режим повышенной готовности из-за паводка. В Комсомольском и Батревском районах спецслужбы переведены на круглосуточное дежурство. Накануне на реках Кубня и Була резко повысился уровень воды. Была предпосылка именно или прорыва, или перетекания воды на некоторых гидротехнических сооружениях именно в Комсомольском районе. Службы все сработали, были подняты и ГИБД, и дорожники, и все остальные. И они отработали в круглосуточном режиме. Сейчас они готовы к дальнейшим действиям. Пойдет следующее потепление, тогда уже пойдет таяние снега в лесных массивах. Возможно, второй такой пик. А по Алатурию, пока ситуация контролируемая, но вода выходит потихоньку на пойму. Всего в облиместном самоуправлении должны напряженные режимы держать все свои соответствующие службы. Для того, чтобы современно реагировать и принять соответствующие меры. И еще одно принятое сегодня постановление установит порядок проведения совместных торгов. Ожидается, что новая процедура сделает госзакупки более привлекательными. Анализ проведенных ранее в Республике совместных торгов показал, что целесообразность в их проведении имеется при осуществлении закупок, которые непривлекательны для участников и при осуществлении которых наблюдается низкая конкуренция. Был формирован перечень товаров, работа услуг, закупок которых осуществляется путем проведения совместных торгов. И в этот перечень включены те товары, закупка которых носит массовый характер. Страшная авария произошла сегодня на автодороге «Гигант» Большой Сундырь в Маргаушском районе. Возле Александра Невского православного мужского монастыря столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В этом ДТП погибли жители из Мариэл, жена и брат водителя. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля. 37-летний водитель 14-й доставлен в больницу. Его 32-летняя жена и 40-летний брат скончались на месте происшествия. За медицинской помощью обратились две пассажирки маршрутки, обе жительницы Маргаушского района. Всего в момент столкновения у маршрутки находились 10 пассажиров. 22-летний водитель микроавтобуса был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. В том же Маргаушском районе перед судом предстанут жители села Большой Сундырь. Они терроризировали конкурентов по бизнесу, запугивали и угрожали водителям такси. По версии следствия, в августе 2016, а также в ноябре 2017 года в селе Большой Сундырь обвиняемые, оказывавшие услуги по перевозке местных жителей на такси, вынуждали двух водителей, намеревавшихся оказать аналогичные услуги, путем угроз применения в отношении них насилия, а также уничтожения и повреждений их автомобилей, отказываться от совершения таких сделок. В июне 2016 года 30-летний обвиняемый совершил инкриминируемое ему преступление 1. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 1 ст. 179 УК, который инкриминируется обвиняемым, составляет до двух лет лишения свободы. В этом году в учебном расписании чебоксарских старшеклассников появился новый урок. Урок кибербезопасности. Что изучают на таких лекциях, сейчас узнаем. Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это мощный источник информации. Главное – научиться правильно ею пользоваться и отличать полезную от вредоносной. В 21 веке кибербезопасность выходит на первый план. Такие уроки проводятся регулярно в течение всего учебного года. И проводятся они для учащихся седьмых и старших классов. Специалисты Роскомнадзора наглядно показали, к чему может привести бездомное размещение личной информации в социальных сетях и общение с незнакомцами. Интернет опасен. Там могут узнать много о нас и будут фантажировать после этого. Нам на уроке рассказали об этом. И друзья есть. Они тоже подвергались таким опасностям. Нельзя заходить на неизвестные сайты. Рекламу желательно закрывать. Рекламу желательно закрывать. А также не выкладывать много личной информации. В течение всего учебного года все чебоксарские школьники должны научиться защищать персональные данные в интернете грамотно и, главное, безопасно работать во всемирной сети. Галина Титарчук, Алена Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Апрельская готовность. Аграрии Республики вовсю готовятся к посевной. В этом году планируется засеять около 900 тысяч гектар. Как только позволят погодные условия, комбайны и трактор выйдут в поля. На низком старте и дачники. Многие из них уже запаслись удобрениями и вырастили рассаду. Ирина Костылева уже в январе начинает готовиться к дачным работам. Покупает почву и тару для рассады. Перебирает и сортирует семена. Рассаду выращиваем дома, потому что хочется как можно раньше получить урожай. Все-таки культура теплолюбивая, им нужно побольше тепла. И все-таки период от всходов до плодоношения очень большой. Поэтому необходимо их сажать именно заранее. Я уже сажаю в конце января, начале февраля. То есть у меня уже подоконники все забитые рассадой. В основном я покупаю уже готовый грунт торфяной, там низовой и верховой торф, удобрения. То есть я ничего дома заранее не готовлю. Уже все готовым я покупаю. В первую неделю февраля опытная дачница Ирина уже высеивает помидоры, перец и лук-порей. В этом году удалось вырастить 40 кустов помидоров, 50 сладкого перца. Совсем скоро они переедут в теплицу. Отдельное внимание – цвета. Здесь у меня подоконник с цветами в основном. Лук-порей, базилик, кариопсис есть. Цветы такие, гвоздика, лаванда. Стаканчики я использую гораздо, то есть не один год, два, три, насколько их хватает. Поэтому практически затрат никаких на стаканчики, на посуду не требуется. И все прекрасно растет. Но нельзя забывать, конечно, сделать дырочки в стаканчиках, чтобы были отверстия, чтобы вода лишняя вытекала. Для цветов тоже нужно делать рассаду. Для чего вот это вот делается? Многие многолетники, конечно, лучше высадить заранее. Потому что они, бывает, не первый год цветут, не сразу цветают. Поэтому если их посадить пораньше, то они могут засвести в первый же год. Всем дачникам, которые еще не начали высаживать рассаду, Ирина советует, если помидоры и перец уже поздно сажать дома, то огурцы, капусту – самое время. Главное – терпение и труд. И уже осенью сможете наслаждаться вкусными и полезными овощами. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Еще пара недель, и лебеди снова переедут на залив около театральной набережной. Как и где перезамывали пернатые, расскажет Юлия Важенина. Эти лебеди – любимое украшение Чебоксарского залива. Вот уже 14 лет пернатые радуют глаз жителей и гостей столицы Чувашии. Но, конечно, только летом. А вот зимуют птицы здесь, в парке Николаева. Четвертый год подряд пернатые переезжают на зиму в эти апартаменты. Теплые полы и прогулочная зона. Лебеди живут тут по программе «Все включено». И любой желающий всю зиму может приходить в парк и наблюдать за ними. Мы стараемся на зиму, естественно, рацион увеличить, кормежки, потому что заливы все равно не выходят, несмотря на то, что мы как бы кормим, они все равно с залива приходят изрядно похудавшие. Все-таки большое расстояние, другая физическая нагрузка, и за зиму они у нас, в принципе, отъедаются. В смесь комбикормов – каша, витамины и отруби. Таково меню пернатых. Всего в парке 10 лебедей, и каждому нужен свой подход. Каждая птица, наверное, как у человека свой характер. Вот вы уже успели познакомиться с черным лебедем, который абсолютно общительный, да, и он абсолютно идет к каждому человеку дружелюбный, хочет поздороваться, попросить что-нибудь, может быть, вкусненького. То белые лебеди, они держатся особняком в стае. Мы застали птиц в пору леньки. Сейчас они обновляют оперение, чтобы предстать перед гостями залива во всей красе. Скажешь что-нибудь? Уже в конце апреля сотрудники «Зоуголка» начнут подготовительные работы для переезда лебедей в экваторию Чебоксарского залива. Их выход на большую воду планируется 1 мая. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. На этой неделе в Чувашии определят самую сильную женскую команду по волейболу в первой лиге. Первая финальная игра чемпионата Чувашии по волейболу среди женских команд первой лиги. В красной форме девушки из профессиональной команды «Спартак». В зеленой – любительская команда «Композит-21». И в последнем периоде удача явно на их стороне. Волейболистки «Спартака», одолеваемые спортивной злостью, отыгрывают сразу два мяча. Однако больше мяч площадки «Зеленых» не касался. Эта игра завершилась их победой. Мы уже не первый раз с ними встречаемся, боремся. Бывает, все бывает, проигрываем. Чаще они выигрывают. Мы тренируемся в школе три раза в неделю. После работы мы не можем без мяча, без площадки, без общения. Впрочем, эта встреча еще не принесла «Композиту» заветный титул. В финальной серии девушки играют до двух побед. Следующая встреча с этим же соперником в четверг. Если удача снова будет на их стороне, девушки в зеленой форме станут чемпионами Республики. Если же победу в четверг возьмет «Спартак», будет еще одна игра. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин